Жители строительного округа Якутска жалуются на растущие горы мусора во дворах. С такой проблемой они обратились на горячую линию нашей редакции. Людей беспокоит не только неприглядный вид санитарных точек, но и запах, который разносится по всему кварталу, а также стекающий под дом после оттайки нечистоты. И эта картина повторяется из года в год. В чем же причина, разбиралась Сарглана Захарова. Владимир Байчук живет на 17-м квартале уже порядка 50 лет. Он помнит то время, когда район процветал, и люди не спотыкались на каждом шагу, а разбросанные по всему двору пустые бутылки и пакеты мусора. Но в то же время за эти годы было и такое, что мусор не вывозили месяцами. Тогда, как он признается, картина была намного хуже, а сейчас дела идут с переменным успехом. Бывало, через день два приезжали. А сейчас? Так, зимой забирали, вроде чуть-чуть. А сейчас уже недели три, как весна, так. Дозерами тут на день Азии засыпали. Лужу сюда к нам подъезду согнали. Здесь такая лужа, здоровая такая. С подъезда еле выходит. Управляющая компания «Юнион», в чьи обязательства входит уборка мусора, уверяет, что работы здесь проводят еженедельно, а бывает и приходится приезжать и по два раза в неделю. Ледяные горы из нечистот в перемешку с сухим мусором растут, как на дрожжах. Каждая точка убирается раз в неделю. Точек много, но уборка все равно идет. Тот дом, первый подъезд, там вселился новый человек, жилец. Вот, пожалуйста, его мусор. Он делает уборку дома. Как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. С этим согласны и собственники, которые живут в старых деревяшках постоянно. Сетуют они на жителей, снимающих в этом районе квартиры. Отношений не мое, не жалко. Здесь встречается, по их словам, и мнению правого округа повсеместно. Есть наледи, тоже работаем по наледям. Это каждую весну, это постоянно, каждую весну. Более ста санитарных точек только в одном юнионе. И я понимаю, им трудновато. Но еще многое от жильцов зависит, понимаете, как жильцы бросают, разбрасывают все. Но мы контролируем. И постоянно, я думаю, что через неделю, ближе к первому маю, у нас уже будет чистенько все. Несмотря на то, что хозяйствующие органы называют главной причиной такого беспорядка самих жителей, и напомню, что по требованиям СанПИН санитарные точки должны быть обустроены специальными ограждениями, а также количество мусорных ящиков должно соответствовать количеству жителей на этой территории. Однако сейчас, как мы видим, на целых четыре дома здесь стоит всего один мусорный короб. И так и выходит, что каждую весну жителям приходится утопать в этой куче мусора. Сарголана Захарова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.